Добрый день дорогие друзья! Мы продолжаем с вами изучение недельной головы ЦАВ. И сейчас наступает 7 дней подготовки и посвящения коинов на службу в храме. Готовятся к 8 дню, который будет 1 Ниссана 2449 года. Маше готовит Агарона. И Всевышний сказал, что он его одел. Какая одежда Агарона? Мы уже говорили об этом неоднократно. Одевается сначала панталоны, это все лен. Потом одевается хитон, это халат с поясом. Это все лен. Выбитый лен, красивое, все белое. Маше так и делает, одевает постепенно. Потом он одевает ему на этот хитон, на халат, мантию. Мантия это как цицит без кистей. Но эта мантия непростая. Она сделана из голубой шерсти. Чистая с голубой шерсти. Самый дорогой материал, что есть в храме, это голубая шерсть. Это шерсть, покрашенная краской из улитки силозон. 8 тысяч улиток идет на 1 грамм краски. Одел эту мантию. В ней по низу мантии идут колокольчики и гранаты. Золотой колокольчик и гранат. Гранат сделан из голубой шерсти и багряницы и черницы. Тоже шерсть, льна в мантии нет. Ворот у нее, как ворот кольчуги, чтобы не порвался, крепкий. Одел в мантию. После этого на мантию сверху в маше одел на горона хитон. Не хитон, это называется айфот. Это передник первосвященника. Передник сделан из голубой шерсти, баряницы и черницы и льна из золотой нити. И этот как называемый передник он служит для того, чтобы на него одевался хошен, нагрудник первосвященника с двенадцатью камнями. Но на погонах у него два камня оникса. На этих камнях вырезаны, как на печати имена двенадцати колен Израиля. Все двенадцатыми Якова в комментарии пишут по порядку рождения были на каждом камне по шесть имен. Золотыми шнурками сверху он соединяется с хошеном, с нагрудником первосвященника. Хошен представляет собой прямоугольник в котором есть четыре ряда камней по три драгоценные камни и бриллианты, и сапфиры, и изумруды и яшма, и оникс в общем разные камни идут и на каждом камне вырезано как на печати то же имя каждого из колен Израиля. там камни всталины в золотые оправы и золотыми колечками они соединены с канатиком золотым и соединяются с погонами айфода а внизу также золотые колечки и крепятся они к айфоду голубыми шнурками то есть дорогая шерсть голубая и там тоже колечки на пояске все это затягивается чтобы не мог взвинуться хошен цейфода это отдельная заповедь очевидно когда менялись первосвященники и заступал один вместо другого то они не все были одного роста и для того чтобы регулировка была видно были эти шнурочки и золотой шерсти вот так и этот хошен нагрудник первосвященника он был длиной в пять и шириной в пять это около 25 сантиметров 25 на 25 сантиметров и он был двойной а внутри Маше вложил в него урин витумим мы не знаем что это такое Маше нам не сообщил работает какой-то компьютер то есть если нужно решение глобальное для всего народа типа идти на войну или не идти на войну то приходит написано в Торе что приходит Егошо сын Нуна и спрашивает у первосвященника Элязара решение Урим пред Богом то он приходит и Элязар молится и Всевышний заставляет с помощью рим-витамин светиться эти камни на нагруднике первосвященника а на этих камнях во всех именах есть 22 буквы алфавита всего алфавит встречает святого языка всего 22 буквы и они по очереди светятся складывают эти буквы и получается ответ идти на войну или не идти вот такие глобальные вопросы для частных вопросов это не может быть только для всего народа вот так потом еще говорится что у первосвященника идет тюрбан тюрбан идет льняной белый и на лбу первосвященника крепится золотая пластинка циц называется с именем Всевышнего это для того чтобы искупать вину сыну в Израиле если будет совершена ошибка в святых приношениях он искупает этот венец и соединен он также голубым шнурком крепится со всех сторон на тюрбане этими шнурками чтобы он хорошо держался вот так вот это все 8 одеж первосвященника и так Маше одел первосвященника Агрона сам после этого говорится что Маше собрал все шатер был собран вставлен на него и ковчег и минора и стол предложения и маленький жертвник и большой жертвник в зоре храма еще есть умывальник который Маше тоже составил налил у него воды который стоит между шатром откровения и жертвенником медный и зеркал женщин как мы уже говорили его сделали Маше помазал все предметы храма маслом для помазания также и помазал им коинов коины представляли собой такой такой вид у них был на 4 одежды если у первосвященника 8 у них 4 у них также панталоны этот хитон льняной с поясом поясок правда идет не льняной а голубой жерсти багрине черницы и льна то есть совместно чтобы был красивый вид коинов и тюрбаны у них на голове идут остроконечные если у первосвященника круглые у них остроконечные потом все вышли сказал что с чем должен прийти агрон для начала службы он должен был прийти с молодым быком раша пишет до 3 лет такой бык 3 летка считается молодой бык и происходит жертва грехочистительная сначала за первосвященника все начинается как обычно режет жертву быка эту и Маше обмазывает возвышение по углам жертвника всесожжений во дворе храма вынимает из быка жировые части обе почки жир который над тазом который над печенью отделяет дурно-брюшную природу от печени все это Маше сжигает на жертвеннике он в этот день работает коином основной кровь он выливает у основания жертвников всесожжений тоже потом пишется удивительная вещь что Маше дает указание все вынести за стан вместе с кожей с нечистотами с внутренностями всю тушу быка оставшуюся и сжечь вместе выброса пепла вне стана но мы же с вами учили даже в этой главе что животные кровь внесена в святилище внутрь святилища когда брызгается в сторону завесы 7 раз и мазаются углы возвышения на жертвеннике для ароматных воскурений золотом основная кровь выливается в основание жертвенника и в этом случае тогда туша сжигается вне стана написано животные кровь внесена в святилище сжигается на огне вне стана но здесь никто в святилище не вносил кровь животного и не брызали в сторону завесы и не мазали золотой жертвенник а все равно всевышний сказал поступить так это это правило вступления пересвященников в должность вот так такие правила удивительные правила которые совершенно не соответствуют тем и никто этого бы конец хотя это жертва грехочистительная вот так получается но когда приходит жертва всесожжения это баран вот здесь как по уставу то есть свежуется баран кровь берется и опрыскивается окропляет жертвник со всех сторон основная кровь выливается в основание жертвника и сжигаются жировые части сжигается все буквально быка режут на 4 части это не быка а барана в данном случае и все сжигают но шкура достается коину который приносит эту жертву вот такой закон в общем жертва сожжения идет по обычному закону вот так ну вот это основное что я сегодня хотел сказать завтра будем говорить уже о жертве мирной там немножко больше будет вот так вот а на сегодня наш урок заканчивается урок был дан за поднятие души Мойша бен Давид Берта бен Исраэль памяти Павел бен Ифим Яков бен Ахум Владир бен Григорий за здоровье за здоровье Дэвин бен Стелла Светлана бен Клара Шолом Йона бен Цара Шимон бен Ицхак Инна бот Мира Борис бен Мария Мойша бен Маня Анна бот Ривка Рахель бот Лилия Полина пьер бот Соня Сура Лена бот Клара Стелла бот Тойба Женя бот Ида Анна бот Елена Эфим бен Эстер Двойра бот Мирям Моисей бен Ева Ирина бот Двойра Йосип бен Раиса Инесса бот Мэль Евгений бен Берта Евгений бот Ита Фира бот Анна Геннадий бен Елена Елена бот Инесса Ольга бот Светлана Йосип Дан бен Цара Таня бот Фрида Ида бот Рива Вадим бен Татьяна Юлия бот Белла Яков Йосип бен Рахель Шимон бен Мира Фейга бот Берта Ася бот Года Марк бен Нина Ира бот Вера Леон бен Клара Рафаэль бен Клара Хана Цепора бот Цара Ида бен Хая Авива Ефим бен Цоня Майя бот Фаина Алексей бен Ольга Клара бот Броня Гая бот Цари Маза Барса Сгула Ирина бот Ри Арона Ребен Ри За хороший дух Арона Ребен Двойра Днис бен Нахум Авигаль бот Цара Хана бот Авраган Рафаэль Рилей бен Лариса Галья бот Гедалья Параса и Брют Лагир бен Рая Анна Бат Александра Марина Бат Рая Борис Вен Марина Алексей бен Наталья Всего хорошего Олегу Марченко И всем тем Кому нет здесь в этом списке Кто меня просил Может я забыл Всем браха Проноса Кавана Мазал то Что мы это время не грешили Учили Тору Всем желаю крепчайшего здоровья И пусть срочно закончена Страшная война И до следующих встреч Надеюсь Это состоится завтра В 10.40 Шалон